В Прертышке продолжается изъятие земель, не используемых по назначению. А на некоторых владельцев теперь будет накладываться не 10-ти, а 20-ти кратный налог на землю. Инвестиции в аграрный сектор, вакансии населя, экология. Эти и другие вопросы обсуждались на итоговом совещании. В сельское хозяйство нашей области в этом году инвестировано 49 миллиардов тенге, что в три раза больше прошлогоднего. На 74 300 гектаров увеличены посевные площади. Планируется завести 16 тысяч голов импортного КРС. Однако до сих пор можно видеть следующую картину. Крестьянское хозяйство занимается только растениеводством, хотя уже давно стоит задача развивать и животноводство. К тому же некоторые владельцы земельных участков относятся к ведению хозяйства формально. Он там в городе живет, приехал, посеялся, уехал и сам не знает. Хорошо еще в городе, а то есть такие, которые и в столице живут. Поэтому мы сейчас, вот я Акимам районов поручаю, выявить такие хозяйства, проговорить на вашем уровне, Алмаз Султанович, обязать их заняться животноводством. Мы сегодня, в отличие от ВКО, мы не являемся буферной зоной по ветеринарным заболеваниям. У нас открытая благополучная зона. Поэтому мы здесь должны сейчас усиленно заняться. Это 16 тысяч, мы говорим сейчас, 16 тысяч, это как будто там много. По 1600 голов. Глава региона также подчеркнул, что Павлодавская область, Нарядусь-Карагандинская, занимает лидирующие позиции в списке регионов с недовлетворительной экологической обстановкой. В год в воздухе передышей выбрасывается более 700 тысяч тонн загрязняющих веществ. Булат Бакао предложил, чтобы компетентная международная организация провела исследование экологической обстановки. Сегодня, когда народ говорит экология, он подразумевает Аким. А когда мы говорим экология, он загрязнитель. В новом экологическом кодексе будет так. Кто загрязняет, тот и оплачивает. Поэтому мы должны сейчас четкий анализ провести, сертифицированную компанию нанять и по каждому предприятию, вот нам четко распределить вместе с неправительственными организациями, я обращаюсь, мы должны сейчас сделать, какой завод, какая труба, сколько сбрасывать. То есть эти 710 тысяч тонн мы должны разделить. На совещании также затронули и такой вопрос. На селе 63 вакансий врачей, в том числе 40 узкой специальности. Есть проблемы и по некоторым выпускникам вузов. 71 молодой специалист нарушили условия договора и выехали из села. Претензионную работу надо вести. Пусть возвращают ресурсы, которые взяли. Дома, подъемные и так далее. И большой отток выборщих специалистов наблюдается в Иртышском, Успенском и Ахколо. При этом 27 человек из 71 не выполняют обязательства по возврату средств. Закрывая сельскохозяйственную тему, Аким области сообщил, что будет создан единый оператор по возу мясного КРС и МРС. Мурат Белмажит, Нильбас Моголов и это Сахпарат.